Приветствую, друзья! Я Виталий Порн. Обнародование проектом «ГУЛАГу.нет» записей, которые свидетельствуют о пытках и издевательствах в российских колониях, вполне сравнимо с появлением информации расследовательского международного проекта «Пандора Пейперс». И там, и там терабайты информации, которые говорят о том, что мы имеем дело совсем с другими механизмами, чем те, которые нам показывают власть придержащей. С записями из российских колоний вообще самая настоящая катастрофа. И эту катастрофу вынуждены признавать даже в Кремле. Пресс-китай президент Российской Федерации Дмитрий Песков уже говорит о том, что если информация подтвердится, у нее должны быть очень серьезные последствия. И в самом деле, бесправие и существование сталинского «ГУЛАГа» в современной жизни – это то, что мы можем узнать из нового видеоархива, который получили свое пользование активисты. Оказывается, что Федеральная служба исполнения наказаний в России – это самая настоящая пыточная. Что пытки проходят практически во всех российских колониях. Что существуют самые настоящие зондеркоманды из агентов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний. Что эти зондеркоманды насилуют, пытают, избивают, мучают людей. Что создано специальное место, в котором издевательства над людьми, их изнасилования и пытки поставлены на поток. И есть свидетельства того, что речь идет не только о склонении тех или иных лиц к сотрудничеству с лагерной администрацией. Пытают и издеваются для того, чтобы склонить к даче показаний на оппозиционных лидеров и активистов. Или на каких-либо опальных бизнесменов, против которых нужно получить информацию. Пытают и издеваются, чтобы сделать людей осведомителями и агентами Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Пытают и издеваются просто по заказу. Можно оплатить услуги такой зондеркоманды, если вы хотите наказать того или иного человека, который отбывает заключение. Вы должны оплатить согласно такси. Вам, разумеется, подобную услугу окажут. Человека, который вам не нравится по тем или иным причинам и забьют, или изнасилуют, или подвергнут другим изощренным пыткам. И все это, к тому же, снимают на видео для отчетности. Для отчетности перед начальством, которое должно видеть, что зондеркоманды стараются и пытки поставлены на поток. Для отчетности перед заказчиками, чтобы те знали, что их деньги потрачены не зря. Для шантажа и запугивания тех, кого подвергали насилию и пыткам. То есть, по большому счету, видеоархив – это еще результат творчества самих палачей. Это что-то совершенно небывалое в мировой практике, когда палачи документируют всю свою нелегальную деятельность, которая нарушает такое количество статей Уголовного кодекса самой Российской Федерации, что просто представить страшно. И это, конечно, результат очевидного морального разложения всей системы управления в России. Это и есть результат путинизма, который так похож на сталинизм. Почему происходили пытки, издевательства, изнасилования в сталинских лагерях и в НКВД? Потому что лица, которые работали в сталинских силовых структурах, были совершенно убеждены в собственной безнаказанности. Они знали, что они пользуются поддержкой отца народов. Их даже не отрезвляло то, что их предшественники из этих вот самых кабинетов подвергались таким же пыткам или расстреливались в тех же самых дворах, в которые они выходили наперекур. Потому что люди, которые практически были опьянены собственной безнаказанностью, не думали о последствиях своих действий. Последствий как бы не было. Было только желание угодить высшему начальству или, кстати говоря, насладиться собственной жестокостью. У нынешних палачей есть еще один момент финансовый. Они зарабатывают на пытках и насилии деньги. И это тоже стимул. И мы прекрасно с вами понимаем, что сейчас может пройти расследование того, что происходило в системе Федеральной службы исполнения наказаний. Какое-то количество чиновников, разумеется, будет снято с должностей, а какое-то, может быть, даже наказано. Может быть, люди, которые участвовали во всех этих пытках и издевательствах, действительно понесут наказание. Но вот изменится ли сама система? Об этом я очень сомневаюсь. Потому что, опять-таки, такого рода системы, которые презирают любое правосудие, они, как правило, связаны прежде всего с безнаказанностью сотрудников. То, что мы видим на видео, которые предложены проектом ГУЛАГу, нет. Это и есть самая настоящая демонстрация полной безнаказанности силовиков. И эта безнаказанность в странах, подобных России, только усиливается. Вот совсем недавно белорусский президент Александр Лукашенко провел закон, который позволяет его силовикам безнаказанно открывать огонь по участникам протестных акций. Понятно, что Лукашенко сделал выводы из массовых протестов против фальсификации президентских выборов в собственной стране. Он увидел, что его силовики, которые готовы защищать режим и бороться с собственным народом ради сохранения Лукашенковщины, они юридически не защищены в самой Беларуси. И сейчас предпринимаются меры для того, чтобы их юридически защитить. Для того, чтобы они были уверены, что что бы они ни предприняли, кого бы они ни расстреляли, в кого бы они ни стреляли, им ничего не будет. В законодательстве постсоветских стран и, самое главное, в поведении силовиков из постсоветских стран, отсутствует категория преступного приказа. Потому что мы прекрасно понимаем, что лица, которые участвуют в пытках и изнасилованиях заключенных на российских видео, они выполняют самые настоящие преступные приказы. Никто, в принципе, не должен был бы выполнять подобные распоряжения, нарушающие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Но ведь это же делается, потому что преступный приказ является частью этой самой стратегии безнаказанности. Друзьям все, врагам закон. Силовым структурам в России или в Беларуси никакой закон не писан. И даже если кто-то попадает под действие этого закона, потому что уже невозможно игнорировать факты, те, кто придут на места отставленных или даже посаженных в тюрьмы чиновников из Федеральной службы исполнения наказания, будут действовать практически так же, как их предшественники. Только, возможно, более скрыто. Только, возможно, более тщательно контролировать видеозаписи. Только, возможно, более тщательно контролировать сотрудников, допущенных к этим видеозаписям. Но сама система не может извиниться именно потому, что она зиждется на безнаказанности силовиков в авторитарных государствах. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале. Подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Удачи вам! Продолжение следует...